В рамках проекта «Наша забота» в Башкортостане продолжается республиканская акция «Маска в помощь», в ходе которой жители 23 городов и городских поселений республики в общей сложности получат 135 тысяч защитных масок. Ранее добровольцы уже раздали 150 тысяч медицинских масок. Напомним, 12 мая глава региона Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики Башкортостан отметил, что республика готова выделить средства для того, чтобы закупить маски, а затем с помощью волонтеров бесплатно раздать их нуждающимся жителям, особенно пожилым. 4 тысячи масок многоразового использования привезли в Кумиртау. Маски распределили между волонтерами, которые в течение дня раздавали их в местах, доступных для посещения граждан – в продуктовых магазинах, аптеках, поликлиниках, на центральных улицах и городских площадях. Работники культуры вообще волонтерством занимаются уже второй месяц. У нас добровольцы культуры. Сегодня у нас акция проходит. Мы раздаем бесплатно маски всем желающим, всем жителям нашего города. В качестве волонтеров работали сотрудники Управления культуры, Управления образования, Агентства развития молодежных инициатив и добровольцы проекта «Наша забота» Регионального исполнительного комитета «Един России». Волонтеры действовали с соблюдением всех мер предосторожности и, вручая маски, призывали к этому же горожан, которые в большинстве были благодарны добровольцам за проявление заботы. Волонтерам очень большое спасибо. За нас заботятся. Маска получила. Дай Бог нашему организации большое спасибо. В этот день маски многоразового использования смогли получить не только жители Кумертау. Волонтеры раздавали средства защиты в Маячном и Ире Алексеевке Старой Уралке. Проект «Маска в помощь» будет действовать до тех пор, пока в республике не отменят масочный режим. Елена Камалова, Артем Беляев, телекомпания «Арис». 2020 год объявлен в Башкортостане годом эстетики населенных пунктов. В городах и поселках Башкортостана создаются условия для комфортного проживания населения и формируется их эстетический внешний облик. Асфальтируются тротуары, устанавливаются декоративные заборы, современное освещение, озеленяются газоны. Сотрудники РЭО продолжали работать даже во время режима самоизоляции. Ведь город должен быть чист и ухожен, невзирая ни на что. В солнечные майские дни – самое благоприятное время для высаживания цветов на клумбы. Несмотря на коронавирус, несмотря на тяжелую ситуацию в городе, но надо облагораживать наши клумбы и вообще весь город, чтобы была везде чистота и порядок. Опытные садоводы знают, что высадить цветы – это еще полдела. За капризными питуньями необходимо трепетно ухаживать на протяжении всего сезона. Цветы нам привозят с Оренбурга, питуньи по клумбам рассаживаем, наводим красоту и в течение всего сезона ухаживаем за ними. Цветы приживаются, у меня рука легкая. И сотрудники РЭО «Восточный» в этот солнечный день занимались озеленением микрорайона, который всегда славился нарядными клумбами и своими малыми архитектурными формами. Мы ежегодно высаживаем клумбы, облагораживаем все, микрорайон улыбается. Горожане с благодарностью принимают труд дворников, но к радости примешивается чувство досады на тех, кто разрушает созданную красоту. Любуемся красотой, которую делают нам работники РЭО. Красиво, здорово. Просим жильцов, которые проходят мимо нашего участка, чтобы не воровали цветы. Благоустройство города и, в частности, двора своего многоквартирного дома может нести лепту каждый из нас, ведь Кумертау – наш общий дом.